Присаживайтесь, Кирилл Андреевич. Рады вас приветствовать снова. Скажите, пожалуйста, крепостное право и рабство – неправильно ставить на одну смысловую плоскость эти понятия? Смотря когда. Самодержавие и абсолютизм. И вот эти понятия как сочетаются? Самодержавие – это нечто большее, чем абсолютизм. 19 век и интересный, и сложный. Причем-то коварный по-своему. Коварный для исследователей. Как будто бы все примерно так же, как и у нас. Говорят на том же языке, пишут книги на том же языке, который мы до сих пор читаем. Пишут музыку, которую мы до сих пор слушаем. Но вместе с тем 19 век очень отличный. Очень отличный от того, что мы привыкли. Потому что говорят те же слова, но вкладывают в них другой смысл. И требуется особое усилие для того, чтобы понять, что когда говорят о самодержавии, имеет в виду не совсем то, что имеем в виду мы. Когда говорят о собственности, вкладывают тоже немного другой смысл. В данном случае я хотел бы поговорить о двух понятиях, двух категориях, из которых сложно представить историю 19 века. Речь идет о самодержавии и крепостном праве. Начнем с самодержавия. Как будто бы все просто. Самодержавие – это абсолютная монархия, неограниченная власть царя. Вот есть государь-император, он все решает, он за все отвечает. Он, говоря словами Николая II, хозяин земли русской. Так представлялся порой дело и сам государь. Так порой дело представляли и многие публицисты того времени. И, в общем-то, в каком-то смысле неудивительно, что так порой пишут современные авторы, и исследователи, и авторы учебников. И часто перед образом современного читателя возникает мифологический царь, сказочный царь, который вот что-то решил и что-то произошло, который принял решение кого-то казнить, кого-то помиловать. Все в его руках. Дальше уже возникает вопрос, как вы будете оценивать этот сказочный вопрос. Кто-то будет говорить, такой вот наш российский путь, так издревле повелось. И, соответственно, государь-император должен обладать столь огромной властью, чтобы иметь возможность контролировать столь огромную страну. А другой будет говорить о деспотизме, о невозможности самовластия, о том, насколько оно вредно и несет в себе известные риски для страны. Но проблема в том, что ни в том, ни в другом случае речь не идет о подлинной системе управления, которая была характерна для России в XIX-начале XX века. Понятие самодержавия в России довольно древнее, восходящее к византийской традиции. И русскую жизнь начинает входить с конца XV века. В XVI веке уже активно используется. Но вот самодержавие в XVI веке и самодержавие в XIX веке – это два принципиально различных явления с политической точки зрения. А еще напомню, что в 1906 году в России учреждается в сущности конституционная монархия. Избирается первый парламент. И при этом в России царь, который понимает, что он подписал конституционную картию, остается самодержавием. И это официально зафиксировано в основных государственных законах. То есть в России самодержавие было при Иване Грозном, при Алексея Михайловича, при Петре Первом, при Николае Пьем и, наконец, при правлении Николая Второго, когда работает Государственная Дума и формированный Государственный Совет. То есть политические режимы разные, а все это мы называем самодержавием. Поэтому речь должна идти о конкретном хронологическом периоде. чтобы мы не сближали несближаемое и неотодержависляемое друг с другом. Тот режим, который складывается в 19 веке, конечно, он в огромной степени детища 19 века. Хотя есть ниточки, их много, которые идут еще с века 18. Все-таки именно тогда складывается такое явление, как абсолютизм. И, соответственно, абсолютная монархия в России. Западноевропейский абсолютизм, он возникает существенно раньше. Уже в веке 16 можно говорить о нем. В 17 веке институт абсолютной монархии развивается полным ходом. Абсолютизм в Западной Европе – это в известной мере вызов феодальным привилегиям. Это некий разрыв с прошлым. И еще, абсолютизм – это идеология в большей степени, чем практика. Потому что попыткам абсолютных монархий учредить рациональное управление было много недовольств. Был сильное сопротивление со стороны тех же самых прежних феодальных элит. И можно даже более того сказать, большие европейские революции стали реакцией на вот эту абсолютизмскую революцию. Русский абсолютизм реагирует на другие реалии. И в этой связи он совершенно другой по формам и по содержанию. В России не было феодализма. И не было феодальных элит, которые могли так или иначе противостоять абсолютному монарху. Но была другая проблема. Это очень слабая управляемость. Это разные правые регистры, в которых живут разные слои населения, разные конфессиональные, разные национальные, социальные, а потом впоследствии сословные группы. Тут государство тоже стягивает воедино вот эту сложную организованную массу. Но она стягивается вокруг вот этой идеи абсолютной монархии. Но, тем не менее, вот в идее абсолютной монархии, в идее самодержавия, в конце концов, применительно к XIX веку, была заложена мысль о том, что необходимо создать рационально функционирующие институты. Прежде всего, речь идет о бюрократии. Чтобы эта бюрократия могла планомерно осуществлять свою деятельность в масштабах всего государства. Сама по себе эта идея создавала концепцию власти. Теперь, когда наступит так называемая «Весна народов», это 1848-1949 год, абсолютные монархии начнут сходить с политической арены. А в России институт абсолютной монархии сохраняется, развивается. И вот что важно, что он развивается в принципиально новых условиях, в условиях технологических прорывов, в условиях урбанизации, в условиях промышленного роста, а применительно к концу XIX века очень стремительного промышленного роста. Российский абсолютизм, русское самодержавие должно было ставить перед собой такой тяжести проблемы, которой не то, чтобы один человек разрешить не мог, а это была бы нерешаемая проблема для целого государственного парта. И вот в этой связи важно иметь в виду, что ключевая фигура в российской государственной жизни XIX века это не государь-император. Государь-император, он легитимирует эту систему управления, он придает ей значимость. Но реальное управление оказывается словами Николая I в руках у столоначальника, то есть у чиновника среднего звена. Вот именно вот эти столоначальники, вот становой хребет российской управленческой системы, которые на самом деле уже к середине XIX столетия, тем более в 60-70 годах XIX века становятся сложной, разветвленной, существующей соответственно с определенными регламентными процедурами, которых побороть император не может, да в общем-то и не желает. Иногда я спрашиваю у студентов, как вы думаете, а сколько в год подписывал бумаг губернатор? И они называют там 500 бумаг, тысячу бумаг, им кажется, что это очень много. На самом деле мы довольно неплохо знаем, что российский губернатор к началу XX века подписывал в среднем в год 100 тысяч бумаг. То есть, иными словами, приблизительно 330 бумаг в день. Объем бумаг, который подписывал император, мы знаем хуже, но это сопоставимый объем. Одна входящая бумага в России автоматически в среднем подозревала 28 исходящих. И этот огромный оборот бумаг обеспечивал не только функционирование бюрократии, он на самом деле обеспечивал в том числе и промышленный рост, стабильность границ, военные успехи. Какую бы неприязнь в обществе не вызывала бы бюрократия, она обеспечила элементы рационального управления в очень слабо управляемой стране. Дальше возникает естественная ситуация, когда вы не можете контролировать вот эти бумаги, которые идут на вас рекой, вынуждены делегировать свою власть. Вот Сергей Юлевич Витте, долгое время министр финансов, говорил, я работаю несколько часов в неделю, мне достаточно послушать своих товарищей, то есть заместителей, по часу в день. И этого более чем достаточно для того, чтобы управлять огромные ведомства. Конечно же, это была шутка. Все было совсем не так. Но вот за этой шуткой определенный образ, который на самом деле мы хорошо себе представляем, когда пытаемся разобраться, как все это функционировало. Император делегирует определенные полномочия министрам, те товарищи министрам, те директорам департаментов, а дальше решения на этом среднем уровне готовятся, поднимаются вверх, и в итоге становится законным. Эта механика, она существовала в разных измерениях и в разных темпах. Умные министры, например, самые важные вопросы откладывали конец своих всеподавнейших докладов. Они ждали, когда все-таки император устанет, когда внимание его не будет столь острым, как в начале, и тогда уже можно будет подложить бумагу, чтобы он ее подписал. Вот Анатолий Николаевич Кламзин, когда это был такой видный государственный деятель, должен был прийти на всеподнущий пакт доклад к Александру Второму. А его старший коллега, Петр Александрович Валуев, ему рассказывал, как надо это делать. И там было много хитростей, секретов, которые надо было знать. Когда снимать перчатки, куда класть портфель, когда открывать портфель. Но еще был секрет. Как только император подписал бумагу, эту бумагу срочно нужно было закрывать в папку, потому что у Александра Второго была такая слабость, будто бы, по словам Валуева, что когда он видел свою подпись, он тут же начинал сомневаться, у него возникало желание, а не передумать ли, не переиграть ли, и чтобы не было такого искушения в государе-императоре, обязательно нужно было этот документ подальше от его глаз убирать. На самом деле, процедур было много. Самое долгое, через государственный совет, и она могла длиться годами, потому что нужно было принять сначала решение о том, что вы создаете комиссию. Эта комиссия совещается долгие месяцы, если не годы. После этого решение идет в департамент государственного совета, из департамента государственного совета в общее собрание государственного совета. Там дальше, по идее, после этого принятие решения императора, потом обрабатывается решение государственной канцелярии, только тогда становится закон. Казалось бы, в этом государственном совете сидят назначенные императором чиновники, но они отнюдь не солидарны с теми министрами, которые выносят те или иные инициативы. То есть, оказывается, что эта механика не такая простая. Здесь от царя много зависит, очень много зависит, но далеко не все. Он является одним из элементов вот этой очень сложной по механизму. Возникает вопрос, этот механизм плохо или хорош? Но проблема-то в том, что у современника зачастую есть некая такая предзаданность позиции. Все закончилось революцией. Коли закончилась революция, значит, не может быть хорошим. Можно посмотреть на это совсем с другой стороны. Не почему она рухнула, а почему она так долго существовала. Почему она приносила определенные плоды России в XIX веке, в конце, в особенности, XIX века. Очень быстро развивающаяся страна. С большими достижениями, в общем, в самых разных сферах. Я бы отметил несколько преимуществ этой модели. Их, на мой взгляд, принципиально два. Первое. Вот эта битва министерств, битва чиновников, создавала свою такую русскую конституцию. Когда стороны уравновешивали друг друга. Когда очень сложно было перетянуть одеяло на себя. Во-вторых. В этой системе руководили профессиональные управленцы. Случайных людей там почти не было. То есть, это складывается определенный класс технократов, которые знают, как управлять, которые сами умеют писать законы. Но, конечно, и у этой системы очень много минусов, которые вы только, как понятно, сыграли. И в пятом году, ну и отчасти опосредованно в семнадцатом. Первый главный минус. Эта система очень сложная, тяжелоуправляемая. Это такой огромный корабль, который сложно развернуть в условиях кризиса. Который сложно принять быстрые решения, потому что здесь быстрые решения вообще не принимаются. И второй очень важный недостаток. В этой системе нет понятия политика. Нет публичной политики и нет необходимости формулировать свою политическую позицию. Крепостным правом в каком-то смысле слова даже сложнее, чем самодержание. Мы все прекрасно понимаем, что крепостное право – это важнейший институт, который связывал воедино, ну, по меньшей мере, 40% населения страны. Это все довольно с давней историей. Мы примерно представляем себе, что такое крепостное право на раннем этапе. Есть литература, и, в общем-то, ее немало, посвященной отмене крепостного права. Реформе 1931 года. Но что такое крепостное право в начале 19 века? Какова была степень его эффективности с экономической точки зрения? Что такое правовой статус крепостного в этот период? Как он менялся, этот статус? Это мы знаем весьма приблизительно. Тем не менее, вот некоторые суждения можно, на мой взгляд, выдвинуть. Первое очевидное. Ровно как и самодержание, крепостное право было разным. Когда мы говорим о крепостном праве, скажем, в первой половине 18 века, в Петровскую эпоху, мы с вами имеем дело с служебной организацией общества. Все так или иначе работают на одну политическую машину. Кто-то воюет, кто-то служит, кто-то платит, кто-то трудится на земле. И крепостные, они так же закрепощены, как и все прочие группы, страты, населения, будущие сословия. Дворянство тоже закрепощено, но по-своему. Оно должно всю жизнь служить и платить крови государю. Но вот служебная модель, она в течение 18 века расстраивается. Проблема в том, что расширение прав дворянства обессмыслило в определенной степени обязательства крестьянства, крепостных. Получало, что дворянин ничего государю не должен, а крестьянин ему что-то должен. В конце 18 века возникает замечательное понятие собственности. А в России уже в 19 веке используют такое замечательное словосочетание, как крещенное собственное. Собственно говоря, это и есть крепостный. И у Николая I в его частных бесстедах звучит эта тема. Как мы можем отменить крепостное право? Мы ведь нарушаем права частных собственников. А с другой стороны, речь идет о подневольном положении огромной части населения Российской империи. Здесь надо уходить от некоторых историографических и, я бы сказал, житейских штампов. все-таки стесняются говорить о том, что крепостное право – это рабство. Проблема в том, что рабство бывает тоже разным. И, скажем, в Соединенных Штатах Америки были определенные ограничения, налагаемые на рабовладельцев. То есть они не могли все, что угодно сделать с рабами. Ровно то же самое было, скажем, в Древнем Риме. Тогда, опять же, вводятся определенные ограничения, которые, например, запрещают убивать рабов. То есть совершенно не обязательно, что рабство тогда, когда с человеком можно сделать все, что угодно. Не всегда. В любом случае, крепостной был не субъектом правоотношений, а объектом. И, кстати, в общественном мнении, в публицистике того времени, так прямо и говорили о рабстве. Второй важный момент, который необходимо иметь в виду. Когда подступала власть к проблеме отмены крепостного права, имели в виду отнюдь не экономические мотивы, а прежде всего, как это может позвучать для кого-то страну, нравственные, моральные. Потому что было представление о том, что необходимо выстраивать общество на новом основании. А для этого надо было отменять крепостное право. Третий важный момент, такое, я бы сказал, некое такое житейское заблуждение. Есть такие образы крестьян, образы помещиков, которые крепко сидят в голове. Помещик – это вот прожигающие, жизнь в Петербурге, желательно гвардейский офицер, говорящий исключительно на французском. А крестьянин, он, не разгибая спины, работает мотыгой на земле, приносит доходы вот этому офицеру. Было и так, и так, конечно. Но было еще и по-другому. Были крестьяне, которые были намного богаче своих помещиков. Мобильность среди крестьян северной губернии, Ярославской, Костромской, Псковской, Новгородской, была очень высокая. Они выжить с земли не могли. Они работали, прежде всего, отхожими промыслами. И помещик не то, чтобы им это не запрещал, он чаще этому способствовал, потому что это возможность увеличить свой доход. Поэтому крестьяне, крепостные крестьяне, могли организовывать артели, создавать свой, как бы им сказать, бизнес. И, собственно говоря, этим активно пользовались. В то же самое время и помещикам могут быть совсем другим. Вот типичный русский помещик, это, скажем, коробочка из поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвая душа», которая по быту, бытовым особенностям, по воспитанию, по образованию, не сильно отличается от собственных крестьян. И крестьян-то, в общем-то, у нее очень немного. Обращаю внимание, что среди дворянства был довольно существенный процент неграмотных к концу XIX века. То есть далеко не каждый дворянин умел читать и писать. А не то, что там читать и писать на иностранном языке. Еще очень важная проблема, которую надо иметь в виду, когда речь идет о крепостном праве. Крепостное право, понятие, которое советская историография любила использовать применительно и к России, и к Западной Европе. Проблема в том, что отношения, которые складывались у феодала, западноевропейского, сеньора, с крестьянами, они складывались совершенно на другой правовой основе. В XI-XII веках, когда вместе с землей переходят в феодалу возможность контролировать, устанавливают свою монополию на насилие на определенной территории. Ничего подобного в России не было. Крестьяне передавались помещику по большому счету для того, чтобы он кормился, для того, чтобы он мог вооружаться, для того, чтобы конно-людное оружие мог служить своему великому князю. Когда мы говорим о Западной Европе, то уже правило говорить, что после Черной смерти, то есть после Великой Эпидемии Чумы к концу XIV века, вот эти отношения сеньора и крестьянина сходят на нет, они меняются, потому что людей стало существенно меньше, а соответственно ресурс человеческий стал значительно дороже. И этим можно пользоваться в том числе отстаивать свои права неслучайно, вот эти большие крестьянские волнения. А в России этих отношений и близко нет к концу XIV века, тогда, когда во Франции их уже не будет. А когда мы говорим с вами о феодальных пережитках во Франции к концу XVIII века, то речь идет не о крепостном праве, а о совершенно других, прежде всего, отношениях властных сеньоров, которые устанавливают господство на определенной территории, и это их привилегии, за которых они борются, и за которых будут у них возникать конфликты с королевской властью. То есть природа крепостного права радикально отлична. Изучать подобные понятия, те институты, которые стоят за этим понятием, те явления, которые за ним стоят, тем более важно, что это позволяет нам глядеть на прошлое России с открытыми глазами, не находиться в плену у стереотипного восприятия, потому что так всегда получается, что настоящая история, она намного интереснее. Она может быть более неожиданна, более непредсказуема, но тем она на самом деле становится нам более понятной и вскрывающей нам в том числе ситуацию и настоящего дня. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!